Так, ну что, вот я придумал отличную заставочку. Ну, как бы, я же серьезный исследователь. Вам привет от ханжеской части интернета, которая, значит, ну вот это, руки нельзя в брюки, вообще, как можно такие слова говорить вообще? И вообще вы дебилы конченые, что сюда приходите? Ну, это так, традиционно, да. И странно, что вы ходите, еще деньги платите и так далее, и так далее. Соответственно, передав вам заботу любящей и очень жаждущей, так сказать, высказать свое мнение от части аудитории, я могу приступить к теме нашей сегодняшней беседы. Меня долго спрашивали, почему я такую большую паузу была в роману «Бессопле», почему я не делал. Там несколько причин было. Ну, во-первых, это, конечно, очень огромного количества времени требует, чтобы вот эту лекцию нормально подготовить. Плюс я ее прогоняю, вот сейчас я снимаю ее в Петербурге. В прошлый раз я снимал в Москве, в Петербурге я решил снять, потому что были комментарии, ой, ну это только для москвичей такое можно задвигать. Окей. Дело в том, что чем ближе к 1917 году, тем история становится менее тумной. То есть одно дело, там хи-хи-ха-ха, балерины, там стало верчение туда-сюда, а другое дело, там шахта Волопаевские, и вот, как мы сегодня будем рассказывать, расстрел великих князей в Петропавловской крепости. И тут мы сталкиваемся вообще с проблемой насилия, вообще и оправдание насилия в нашем государстве. У нас насилие оправдывается вот на раз. Причем неважно, какую идеологию люди исповедуют. То есть, как бы, ну, убили, ну так ему и надо. Я очень часто встречался с таким подходом везде. И поэтому, вот, сегодня мы как раз будем говорить про людей, которые, ну, вот, в отличие, скажем, я сразу забегу вперед, и вот я выскажу циничную мысль, что если бы, например, великий князь Алексей Александрович, о котором я рассказывал, князь Цусимский, дожил бы до 1917 года, его бы привели в Петропавловскую крепость и шлепнули, ну, конечно, плохо, но я бы как бы понял логику судьбы. Ну, типа, наворовал, там, то сё, Цусима, балерины, балета, вот, получи, распишись. А вот сегодня мы будем говорить про персонажей, ну, которые, ну, на мой взгляд, совершенно этого не заслужили. Заслужили только тем, что они были, а, богатые, б, знатные, а таких, как вы понимаете, никто не любит. И об этом я ещё более подробно буду рассказывать на следующей лекции, когда я буду рассказывать про сестру вот этого персонажа, Марию Павловну. Значит, начать нужно с отца, с отца Дмитрия Павловича, Павла Александровича. Вы его все знаете, я вам клянусь, я вам покажу картинку, по которой вы его все знаете. Значит, давайте разбираться. Это у нас Александр II с сыном, не с дочкой, потому что, как вы знаете, мальчиков одевали в такие прекрасные штучки. Вот сейчас, вы представляете, вот нашу эпоху интернета, это бы плодилось по сетям, сколько бы там было мемов, сколько бы там было комментариев, сколько бы там было вот этого отрыва и прочее. А вот, собственно, семейство, да, наш царь-свободитель, да, с собачкой, кстати, тут мало видно, может быть, незаметно, но собачка тут есть. Милорд, любимый песик Александра II, вроде как он даже с ней гулял в тот самый роковой день, когда на него покушался Каракозов. Значит, Александр, дальше, уже старшего сына здесь нет, который умер, Никс в Ницце умер, значит, вот старший теперь сын, будущий Александр III. Это уже его супруга принцесса Дагмар, да, значит, вот это тот самый Алексей Александрович, который князь Сусимский. Это вот, ну, надо посмотреть, конечно, понять, как он потом изменился. Это Владимир Александрович, Владимир Кровавый. А это вот два младших сына, Сергея Александровича, о котором мы сегодня будем говорить, и Павел Александрович. Это будущее уже, это так свисталось, просто это он во взрослом состоянии, видите, такая шапочка, а-ля, вот это, ну, мода такая. Обратите внимание, какой он стройный, высокий и стройный, да. У него, вот, писала его дочь Мария Павловна, у него были очень изящные кисти, он был стройный даже в 50 с чем-то лет, и очень маленькая ступня. Это вам какую комплекцию, кого напоминает? Да, Петр I. Ну, слава богу, Павел Александрович, в отличие от Петра I, вот так вот, нет, не делал. Он был, на самом деле, сама стать. Это он в детстве с собачкой. Ну, и вот, пожалуйста, да, вот это Паша и Сережа. Причем Паша, обратите внимание, в каких юбках, я вот не знаю вообще, это как-то оказывало какое-то потом в дальнейшем воздействие на психику ребенка, если его сначала одевают в платьице. Вы же знаете эту фразу, что кто там сказал из психологов, дайте мне ребенка до 4 или 6 лет, и делайте потом с ним что хотите, потому что это как раз то время, когда формируется вообще человек. Ну, и вот он, видите, как все дети, да, щекастенькие, уже в форме, уже во взрослом состоянии, вот Сергей Александрович уже с бородой, и это Павел Александрович проводит время, судя по всему, в Петергофе. Самовар, все как мы любим. Ну, и вот, смотрите, это он уже во взрослом состоянии, тысяча чертей, сударь. Посмотрите, ну вот реально, там, Констанция, куда вы все время убегаете? Он вообще мечтал стать актером, тем более он смотрел на своего дядю, великого князя Константина Константиновича, поэта К.Р., который там писал пьесы и прочее, но где великий князь и где актер, да, то есть стать актером, это как, я не знаю, там, у Шайгу сын, папа, я хочу стать кулинарным блогером, да, то есть, ну, вот, а это его, соответственно, супруга, причем это его родственница, потому что его, ее мать, это греческая королева Ольга, а она сестра двоюродная, она дочь великого князя Константина Николаевича, Константин Николаевич сын Николая Первого, то есть Константин Николаевич, это брат его отца, а та его дочь, а это ее дочь. Ну, все ж понятно, да, вы все поняли. Да, и случилось, в общем-то, страшное, это-то прекрасное, они женились по любви, у них счастливый брак, у них родилось двое детей, но, к сожалению, дочь, все нормально, а вот сын младший еле выжил, да, и как это происходило, я вот расскажу, когда мы перейдем непосредственно к Дмитрию Павловичу, ну, и вот, я говорил, что вы все его знаете, то есть вы, может быть, не считывали, что это он, но это он, вообще этот портрет называли портрет лошади с князем, ну, знатоки, потому что Серов здесь построил композицию таким образом, что мы видим, прежде всего, лошадь, но вот он здесь в той самой форме канагвардейского полка, вот их знаменитая эта каска с двумя орлами, и как они ее носили, до сих пор не могу понять, потому что это, ну, как самовар вы себе на голову надеваете, ну, понятно, что это парадная форма, во время боя они в этих касках не сверкали. Ну и, собственно, что, значит, история такова, когда родился Дмитрий Павлович, супруга его умерла в тот же самый день, причем рожали они в гостях у его брата старшего, о котором мы будем говорить Сергея Александровича, его жены Елизавета Федоровна. Ну, горе, что поделать, дети-сироты, без матери, проходит время, ну и что, ну, он взрослый мужик, ну, в конце концов, то есть, естественно, что ему там, в монастыре тетраур носить вечный? Нет. И он встречает женщину. Ну, я думаю, что многие из нас, встретив эту женщину, подумали бы о том, что не продать ли нам все, что мы имеем, и не отдаться ли ей. Она в девичестве Корнович, потом у нее была такая абсолютно простая русская фамилия фон Пистелькорс, вы ее легко запомните, потому что она была замужем за Эрихом фон Пистелькорсом, и у нее были уже дети от него, и вот они встретились, искра в глазах, сердцебиение. Сначала, пока Павел Александрович за ней ухаживал, ну, тут видно, что она просто шикарнейшая женщина, она еще знала, как себя подать, ну, то есть, действительно. Пока они просто встречались, ну, пожалуйста, он вдовец и прочее, но как только речь зашла о том, чтобы жениться, это очередной раз, восьмисотый раз, я вам объясняю контекст того, что происходило тогда. То есть она, это не как сейчас говорят там, извините, женщина с прицепом, разведенка в то время, это было, ну, это было очень плохо. То есть разведенная женщина, это почти как проститутка. Этого раз. Во-вторых, она не представительница владительного дома, как тогда говорили, да. И, в общем, Павел Александрович спросил своего племянника, Ники Николая II, тот ему запретил, но Павел Александрович, тем не менее, на свой страх и риск женился, и его лишили того-сего 5-го, 10-го. Они уехали в Европу, но там не очень неплохо жили. Булон Сюрлясен, у них там был свой особняк, который они обставили совершенно потрясающим образом. Как я вам еще расскажу? Потому что они потом всю обстановку перевезли сюда в Царское село. У них в коллекции были стулья маршала Даву. У них был клавесин, на котором играла Мария Антуанетта. Ну, то есть, на самом деле, они очень много как раз, ну, то есть, были люди, как, я не знаю, там, Павел Михайлович Третьяков, который там на художественной живописи, точнее, как, просто на живописи, да, на художественном искусстве специализировался. Они вот именно на прикладном, там, фарфор, вот это все. Ну, и все, ему запрещено въезжать в Россию и так далее. А это вот, на самом деле, она как раз со своим мужем, еще молодая. В общем, они живут, живут там, а здесь у него был дворец. Он находится в конце английской набережной, я его обычно показываю с галерной, когда вожу экскурсию, с галерной улицы, его задник. Вот он вот так вот выглядит, там уже адмиралтейские верфи, здесь потом построили, по проекту архитектора Перетятковича, спас на водах, и потом его благополучно снесли. То есть, огромная такая церковь, практически повторяющая своим обликом церковь на Нерли, нашу знаменитую. То есть, это практически в самом конце набережной. Вот в этом дворце проходило детство Дмитрия Павловича. Вот обстановочка, обратите внимание. Вот это мне очень нравится. Видите, вот они любили одну из комнат в таком, в деревянном стиле оформлять. Ну, это, конечно, по нашим временам застрелиться не стать. Тут, извините за автоб, я видел фотографии, многие туда съездили, Александрский дворец, наконец, отреставрировали, начали туда водить экскурсии. И ты смотришь на эти интерьеры и думаешь, господи, какой кич, какой, в общем, ужасный. И вот в этой книжке, о которой я еще пару слов скажу, Ольга Полей пишет, что обстановка Ливадийского дворца была абсолютно ужасной, потому что царская семья, она там со всех вообще стилей понапихала, и Ники это признавал, на самом деле. А у них вот это все, но, тем не менее, конечно, я не знаю, если бы вы сейчас попали бы в такой интерьер у нас, вы бы задумались бы о психическом состоянии человека, который там живет. Вот эта лестница у него такая парадная, как раз оттуда открывается вид на набережную. А вот это уже интерьер их дворца в царском селе. Дело в том, что, когда началась война, Павел Александрович попросился переехать обратно, ему разрешили, они переехали, он поступил на войну, у него, он, понимаете, он был самым младшим, самым младшим ребенком. И все братья, все где-то побывали, на русско-турецкой войне, например, а ему не досталось. То есть это прошло мимо него. И он, ну, я понимаю, что у него определенные комплексы на эту тему он испытывал. Тем более, что в великокняжеской среде только уже к концу 19-го, начало 20-го века наконец-то до них дошло, что, оказывается, можно получать гражданское образование. И там вот дети, например, Константина Константиновича, двое сыновей получили. А так, нет, это военный. Ну, потому что, если ты не военный, то ты, ну, а кто? Блогер, что ли, да? То есть только война. И его, соответственно, зачислили в армию. И более того, он получил Георгийский крест за свои подвиги. И во время войны у него разыгралась язва. Его еле-еле спасли. И вот Мария Павловна, его старшая дочь, написала, что, зная потом его дальнейшую судьбу, лучше бы он умер бы в 16-м году. Тем не менее, они обставили этот дворец великолепнейший. Это, кстати, прекрасный был журнал, адреса Петербурга издавался. Там были очень подробные обзоры всего, что только можно. Вот этот дворец уже после революции, а это тоже его обстановка. Представляете, вот такой дом. Вот они там живут. Как у Христа за пазухой у них. Я специально... Вот, значит, это Павел Александрович. Это его старший сын уже от Ольги Пистелькорск-Карнович. Володя. Его звали Боди. Этот парень, он был... Я о нем отдельно скажу, потому что я хочу отдельно подготовить лекцию про всех вот этих вот сыновей, которые там прямо в 20-м веке дочерей и прочее. Ну, у него печальная судьба. Он был очень талантливый поэт, он был очень талантливый драматург. Художественные способности у него были. Ну, и, в общем, Балапаевский. Он нашел свои последние дни. Причем там получилось так, что он не очень хорошо относился к Елизате Федоровне, а она не очень хорошо относилась к нему. Ну, а в итоге их нашли вместе прямо в этой шахте. И, в общем, вот так. И вот, прежде чем мы перейдем к Дмитрию Павловичу, я хочу, ну, просто я так немножко зигзагом расскажу, про Павла Александровича чуть-чуть завершить. Во-первых, вообще, это она уже пишет Ольга Полей, Полей это ей присвоенный титул, чтобы ее признать уже как жену великого князя. Вообще, прислуга у нас сильно сократилась. До войны было 64 человека. 64 человека их обслуживали. Мотаете на ус. Если у вас всего лишь 30, то я вам сочувствую. В первую революцию 48. То есть уже очень серьезно пострадал штат. Всего 48 человек. Но, с другой стороны, понимаете, такой дворец, там это вам садовники, повара. Истопники там, в общем, чертов ступит. Знаете, хочу иметь дворец во Франции. Ты посчитай, сколько это стоит, этот дворец во Франции иметь сначала, а потом хоти. После большевистского переворота 22, далее, с каждой недели все меньше и меньше, в июле 18-го осталось трое, в декабре один. Вот так от 64-х они остались всего с одним слугой. Значит, Павел Александрович, у него, естественно, было миллион возможностей бежать из страны. И вот эта книжка, которую я здесь демонстрирую, ну вот, я не знаю, кто тут у нас. Автор, хочется подарить художник Григорий Златогоров, хочется ему подарить курсы по фотошопу. То есть, как вырезать так, чтобы люди не выглядели как дебилы. Потому что Павел Александрович, он очень красивый на самом деле человек, а здесь он как вот обрезан, как инвалид выглядит. Это воспоминания княгини Полей. Хочу сразу сказать, они очень претензиозные. То есть, например, слово «жиды» здесь встречается за милой душу. То есть, ну, понятный контекст, как она воспринимала всю эту большевистскую историю и так далее. Но при этом здесь очень много, естественно, интересных мест, где прямо, ну, видно, что она, видно где-то, что она, ну, вот прямо вот пишет не умом, а сердцем. А где-то вот видно, что она сердце отключила и пишет просто свои наблюдения. И особенно это касается ситуации в среде Романовых. Потому что, и это мы будем видеть потом, например, еще Марии Павловны. Она писала, что Павел Александрович, ну, это знаменитая история, на том же самой английской набережной там был дворец великого князя Андрея Владимировича. Это будущий муж Матильды Кшесинской. И у него в 16-м году случилось знаменитое собрание всех Романовых, куда приехали Владимировичи и куда пригласили Павла Александровича, потому что он был самый старший. И они там решали, что делать. Ну, то есть, они все понимали, что дело пахнет керосином. И Павлу Александровичу доверили поговорить с Николаем Вторым от имени всего, ну, как мы же сказали, клана Романовых. И когда вот он поговорил с ним, он приезжает и она пишет, ну, типа, как прошло. И он говорит, на мне сухого места нет, признался он. И вот, чтобы вы понимали, на самом деле, я вообще хочу подготовить лекцию про Николая Второго, где используют источники только из монархической среды. Ну, чтобы не обвинили, так сказать, типа, ой, ты там, я вообще не большевик ни разу. Да, ну, вот достаточно, вот я вам, например, приведу пример. Например, приведу пример. Ну, в общем, пока не поздно, дарую Конституцию, да, повторил великий князь Загоряюсь, именно случай. Через три дня, 6 декабря, твои именины, объяви, что Конституция дана, и что Штюрмер с протопопом в отставке, это были два министра, ненавидимые абсолютно всеми. Увидишь, как народ будет ликовать. Государь задумался. Но тут государыня невольно покачала головой и сказал, и он сказал, то, о чем ты просишь, невозможно. В день коронации я присягал самодержавию и присягу должен не нарушить и передать сыну. Вопрос закрыт. Ну, хорошо, сказал Павел Александрович, но хотя бы дай министерство доверия. Собравшись с духом, великий князь объяснил, что ненавистные всем этим деятели, и еще он выступил, как вы думаете, против кого? Конечно же. Естественно, он высказался против Распутина, и вот тут Александра Федоровна говорила она с волнением, то и дело хватало за сердце, как сердечница. Распутина, сказала она, оболгали, Распутину завидуют, кое-что она хочет, кое-кто хочет быть на его месте. В общем, короче, ни протопопу, ни штюрмину не хотим жертвовать им в угоду двум-трем недовольным и неподумим. То есть у нее была картина в голове, что какие-то есть там два-три недовольные, и вот ради них надо... Павел Александрович, короче, потерпел фиаско, полнейшее. Потом то же самое будет делать Дмитрий Павлович, о чем я расскажу. Ну и, в общем, у него была возможность бежать, но тут была его семья, да, Дмитрий Павлович уже был в ссылке, мы про это поговорим, но были дочери его. Его, короче, сначала арестовали домашним арестом, причем Полей описывает очень интересные истории, как там приходили, сначала при Керенском приходили люди, просто тупо воровали, а потом приходили при большевиках и прикарманивали бутылки с вином, но когда она говорила об этом комиссару, комиссар говорил им, и они возвращали бутылки, она отмечала, это вам не вакханаля Керенского. И потом, когда второй раз пришли и тоже там что-то своровал, он протсигар, он говорит, ну как вы можете, он говорит, а вы буржуйка, и мне, соответственно, можно. Он говорит, а я сейчас позвоню с вольной. И он положил этот протсигар с ненавистью на нее посмотрел. То есть, представляете, да, все-таки вот разница вот между вот этой вот межвременем, между февралем и октябрем, то, что после октября началось. Но, естественно, его сначала арестовали, потом отвезли в больницу, потом она выхлопотала ему возвращение, потом его опять арестовали, перевезли в тюремную больницу, и оттуда из тюремной больницы его уже перевезли в Петропавловскую крепость, и там его вместе еще с тремя великими князьями расстреляли. Каждый из этих великих князей, в принципе, ну не то, чтобы невинная овечка, но писала и она, и дочь, что он, например, на государственные дела вообще никакого не имел воздействия. А бедная эта женщина, Ольга Полей, она еще не знала судьбы своего сына, боденьку, да, то есть, как бы, что он тоже уже там в шахте в Алапаевске давно-давно лежит. Ну и она тут пишет про всяких там вот, как она ходила, например, к Урицкому, ну она без симпатии, конечно, о нем пишет, но потом Урицкого убили, ему, например, пришел на смену Боки, потом у нас здесь была прекрасная женщина, Варвара Яковлева, что ли, вы знаете вообще такую? А решение о том, чтобы их расстрелять, принимали Лацис, Петерс и Ксенофонтов. Так вот, какова судьба Боки, например? Почему вы не знаете про эту женщину, которую руководила Петерогазская ЧК? Что случилось с Петерсом и Лацисом? В 37-38 году их всех, конечно. Все очень просто, понимаете? Или она пишет, как Карл Радек прикарманил их сбережения в банке, что случилось потом с Карлом Радеком. Ее, кстати, сами большевики называли Карл Крадек. Да. То есть, вот так вот читать, она этого еще не знает. То есть, она это писала в 20-х годах, но ты-то уже знаешь. И ты вот понимаешь, как вот история по спирали раскручивается благополучно. Ну, а теперь мы переходим непосредственно к Дмитрию Павловичу, потому что, да, надо... Ну, вот это вот он. Видите, уже в каске. Вот я понимаю детство у человека, а? Это не у меня там нашел цветную пробку от вина под окном. Уже праздник. А фантик подарили от буржуйской жвачки, так вообще просто. О! Каска какая! Мне бы такую каску. Да, вот это он же, вот это мама, соответственно, с дочерью еще, с Марией Павловной, то есть, вот та самая, которая, к сожалению, умерла. Когда Дмитрий Павлович родился в суматохе, на самом деле, потому что она умирала, о нем вообще забыли. Он лежал в сине абсолютно, это писала Мария Павловна в своих воспоминаниях, и потом только его там нашла, соответственно, ну да, няня, и запеленали его. Еще она пишет, что инкубаторов тогда не было. Детство у них было, в принципе, еще когда они были с отцом, когда он не встретил фон Пистелькорс, довольно счастливые. То есть, папа у них был, конечно, тот еще пранкер, то есть, он, например, рассказывал, он подложил как-то под кроликой яйца рождественские, и убедил их, что кролики несут яйца. И они в это поверили, и жили, в общем-то, с этим очень долго. Да, он так воспитал своего старшего, младшего сына, что вот она потом писала, когда воспоминания свои про Франции, он, например, уже будучи подростком, он во фраке, они куда-то выезжают, она в платье, он мог ее из шланга водой облить, да, перед тем, как куда-то ехать. Ну, то есть, они такие были живые, и отец был достаточно юморной человек, то есть, у него было такое хорошее чувство юмора, они ему делали какие-то абсолютно убогие детские подарки, что-то там вышивали, какие-то эти, то, что перо заточает, перочистка, какие-то там салфеточки, и он в какой-то момент сказал, слушайте, ну, не надо, пожалейте себя. Тогда они начали копить деньги, покупать на эти деньги всякую, ну, вот эту, знаете, лабуду, идешь, вот я тут был в Ялте, идешь, вот там всякие сувенили, и вот ты вот понимаешь, вот это вот, тебе подарят такую свою, что с ним делать? Ну, как бы выкинуть жалко, вот он стоит у тебя, вот копится вот это все, годами, вот, ну, то есть, вот, и потом, соответственно, когда он встретил свою возлюбленную, его лишили, как бы сейчас сказали, родительских прав, то есть, Дмитрия Павловича и Марию Павлову отдали на воспитание в семью вод, то есть, вот это Павел Александрович еще с Димой, этом, значит, Маша, и вот, и великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Александрович. В двух словах, буквально, вот у них, у двоих, у них была примерно, как у Блока, своей женой, у них не было секса. То есть, они хоть и были замуж, муж и жена, но вот они жили какими-то возвышенными там. Поговаривали, что этот товарищ не той ориентации. До сих пор это вот прям 100% не доказано. То есть, как бы есть какие-то намеки, воспоминаниях и так далее. Там, какие-то исследователи пишут об этом прям напрямую, вот чтобы прямо 100% я такого еще пока нигде не встретил. Но факт остается фактом. Детей у них не было, именно потому, что они вместе не спали. И, соответственно, вот этим двоим и отдали этих детей на воспитание. И они их воспринимали как собственных родителей. И Сергею Александровичу принадлежал дворец, который вы все тоже знаете, на углу Фонтанки и Невского проспекта, дворец Белосельских-Блазерских, напротив Фоничского дворца. Потом случилось страшное. Обратите внимание, что Дмитрий Павлович с черной повязкой. На Сергея Александровича, он был генерал-губернатор Москвы, первый генерал-губернатор вообще на такой должности в городах, велась охота, и партия социалистов-инфляционеров в лице ее боевой организации, которой руководил Борис Савенков, уже все задумало покушение. И в первый раз вышли два бомбометальщика, один из них Каляев. И Каляев, когда подходил к карете, карета выезжала из Кремля, из Никольских ворот. Это прямо по Никольской идете, сейчас Никольская, она вся такая в этих цветных висюльках-бирюльках. Вот прямо упираетесь в Никольскую башню. Вот оттуда он выезжал, ехал к Большому театру. Когда он первый раз подошел с бомбой, он увидел, что великий князь Сергей Александрович едет не один, а с женой, с двумя детьми. И бомбу не кинул. И потом объяснил собравшимся коллегам по террористическому цеху, почему он это не сделал, и они одобрили его выбор. Я никого, естественно, не защищаю ни в коем случае, но обратите внимание, контекст терроризма тогда. Это все-таки несовременная история. И получается, что Каляев спас на самом деле вот этих двух людей. Ну, трех, по сути. Но нас конкретно эти двое интересуют. Потом, забегая вперед, могу сказать, что Мария Павловна хотела встретиться с Савенковым в Англии, уже в эмиграции. И он тоже был не против. Но ее отговорили от этого шага. А было бы крайне интересно. И вот они остались вообще. Представьте, судьба у человека. Мама умерла. Папа где-то там с женщиной, которая, как выясняется, неплохая, а просто ему не дают приехать в Россию. Второго папу убили. Бомбы. Разорвали на части. Его так разорвали, что наши прекрасные циничные тогдашние мемасики писали, что наконец-то Сергей пораскинул мозгами. Любит наш народ до сих пор. Посмотрите сейчас мемы. Да, да, да. В общем, и папу второго тоже убили. А он еще, ну понимаете, он в том возрасте, когда формируется вот это все. И вот все эти действия конкретно на него оказали определенное воздействие. То есть он рос таким очень достаточно замкнутым, что-то себе надумывающим человеком, молодым, при этом блистательным, довольно красивым, причем такой красотой не стандартной. Вот, кстати, Сергей Александрович с сыном и с дочерью. А это, ну здесь просто затесалось как раз Павел Александрович со своим старшим сыном уже от Ольги Пистелькорс. Видно вам там, да? Вот это вот все. Если бы сейчас какой-нибудь там готи или еще кто-то искался модель для рекламы духов или там нижнего белья или еще, ну вот просто, понимаете, типаж. Это абсолютно вот я таких ребят наблюдал на подиуме пачками. То есть он, конечно, давайте я подвинусь. Ну а это как, собственно, можно, да, можно получиться, можно не получиться. То есть вот такой человек. Причем он, ну вы же понимаете, он великий князь. Он к нему царской семье очень хорошо относится, потому что он сирота. Он там вообще вхож. И это потом отразилось на самом деле, ну вот это как раз из той фотографии, откуда это вырезано изначально. И вот Дмитрий Павлович в окружении неких ребят. Значит, это вам надо рассказывать, кто? Я не знаю, Александра Федоровна на всех фотографиях с таким лицом, будто ей, не знаю, в одно место что-то вставили. Ну или, как правило, где-то что-то сдавили. Или она кислой капустой объелась. Ну то есть я не видел ни одной фотографии, где бы она хотя бы, не то чтобы улыбнулась, чтобы у нее уголки, губы, она все время... Телефон услышал, видать, что-то. Это несчастный наследник, из-за чего, собственно, вся буча распутинская. А нас интересует вот эта девушка. Ольга. Ольга. Крутите барабан. Ольга, да. Это старшая дочь Ольги Николаевны. Вот Ольга Николаевна и Дмитрий Павлович. Ну вообще, браки уже между родственниками, как писал Сергей Ильич Витте еще в 19 веке у нас в Романовых развелось целое стадо. И в этом стаде легко уже было находить каких-то ответвлений, чтобы их женить. Дмитрий Павлович вроде как даже какие-то чувства впитал к Ольге Николаевне, а она, уж если верить Родзинскому, я тут один раз сделал его вот так, а оказывается, то ли это попало в рекомендации к фанатам Родзинского, в общем, я так оскорбил чьи-то религиозные чувства, вы не представляете. Ну вот как раз Родзинский эту историю развивал активно, что Ольга Николаевна его очень сильно любила, Дмитрия Павловича, но потому что он красавец. Причем не чужой человек, в принципе, в семействе. Ну, посмотрите. Ну это же огонь. Да, ну действительно красавица. Ну это чистый Инстаграм, конечно. Если бы он тогда существовал, там были бы такие фотографии. Ну с книжечкой, то есть все, вот видите, рука, то есть видите, ну то есть как бы, ну понятно. Это невозможно. А еще она царская дочь. Ну, у нее взгляд более добрый, чем у матери, я бы хотел сказать. Понимаете? То есть она, может потому что еще молодая. Я уж не знаю почему. Не, ну с другой стороны, я не хочу, конечно, ничего не сказать мать, но когда ты живешь, ты сначала родила четырех девочек, а потом родила сына, и выяснилось, что он смертельно больной. Ну, наверное, тебе не до того, чтобы ходить и улыбаться. Но с другой стороны, ну, всякое в жизни бывает, в конце концов. Были истории куда более плачевные. В общем, должен был у них состояться брак. И вроде как уже даже шла речь о помолвке, потому что, вот, например, вот Дмитрий Павлович, это Олимпийские игры в 1912 году в Стокгольме. И он был членом Олимпийской команды. Представляете, на коне. Ну, правда, ничего они там не заняли абсолютно. То есть, там какие-то были вторые, третьи с конца, но не суть важна. То есть, он спортсмен, то есть, он самый яркий представитель золотой молодежи. Вот он, видите, скачет. К сожалению, славы российскому спорту это не принесло. Он вернулся и хотел свои Олимпийские игры. Да, он хотел свои Олимпийские игры. Именно потому, что там ничего не завоевали. Конечно. Ну, это же нормально. Нам там... Мы не завоевали там какой-нибудь кинопремию, давайте замутим собственный фестиваль и прочее. Плюс, ну, посмотрите. Ну, это же как бы Челетана, Бальмондо, и вот это вот все вместе взяли. Да, да. То есть, собачка. Мода того времени. Ну, и плюс, он был одним из первых автогонщиков. Я хочу вам объяснить, что такое машина в контексте того времени. Я это всегда говорю. Это, как сейчас, вертолет. То есть, это абсолютно что-то новое, дико дорогое. Непонятно, как это все обслуживать. Это сейчас вы выехали, у вас там шина прокололась, ну, там, шинка или там... Вам приехали... А тогда бензин... Где заправляться? На Лукоиле или... На Шелле. На Шелле, да, конечно. Ну, вообще, короче, ну, ничего нет. То есть, ты покупаешь машину, и, в общем, ты... Ее обслуживает целый штат, на самом деле. Обратите внимание, что они тогда были праворульные. Все даже французские. Причем машины у него были бельгийские. Определенные марки, металлуржику называется. Вот, это известная фотография, он как раз за рулем. Ну, это уже Инстаграм пацанский. То есть, да, здесь... Не хватает еще какой-то переводной картинки АК-47 и, в общем... И чтобы такой... Валерий. Да, и в буфер... Это... Через сабвуферы такие по басам там... Что-нибудь... Валерий. В который он оказался. Вот реклама автомобиля, который... Который он использовал. Я тут на всякий случай заглянул в свои шпаргалки, чтобы... Для кого реклама? Для царей? Почему царей? Нет, почему царей? Нет, уже сформировался срез людей. Нет, почему... Да как раз, на самом деле, князей и царей, это в последнюю очередь. Потому что шло вырождение дворянства. В первую очередь, это как раз для нового нобилитета. Нуво-риш. У нас был новорусский в 90-х годах. Нуво-риш. Нуво-новый. Аг-нуво, да? Новый стиль. Риш-рич. Богатый. Новый-богатый. Нуво-риш. Вот для новоришей как раз очень даже... Я, например, показывал дома по проекту Буберя на фонтанке, где жил Капустин, известный мотогонщик. Он там домовладелец себе построил гараж. Домовладелец. Мог позволить. Да. И Каменноостровский 9. Располагалось у них. Там на самом деле, ведь целый был... Вообще, извините за автобус. Там целый был такой городок. И частично он сохранился. Там было огромное количество гаражей. Гараж тогда, это не сейчас там. У меня батя в гараже. Это значит, он где-то в этой железной коробке. Нет. Гараж – это отдельная история. Это, как правило, не обязательно одноэтажная, а, скорее всего, двух-трехэтажная история. Там должно быть подсобное помещение для тех, кто там живет, обслуживает и так далее. То есть, это довольно серьезная вещь. Мне старая английская няня рассказала, что она случайно обнаружила запеленутого младенца на стуле среди шестяных одеял. То есть, вот так вот его, соответственно... Да. Ну и он участвовал, чуть не сказал, в Великой Отечественной войне. Просто в Отечественной войне, потому что для нас же Отечественная война... Мы сейчас перейдем к этой истории. Да. Называли Отечественной войной Первую мировую тогда. И получил георгийский крест. И специально генерал сделал сюрприз. И ему, его сестре, сестра тогда работала с сестрой милосердия во Пскове, приехал Дмитрий Павлович, и на ее глазах его наградили крестом. Потому что он, как она писала, спас офицера в атаке, ну а в наградном листе писалось, что он доставил вовремя сведения нужные. Ну и вот, собственно, ключевой момент, вокруг которого было накручено миллионы всего и так далее. Я вам хочу зачитать буквально две строчки из, опять-таки, вот этой книжки вспоминаний. В свои двадцать пять не мальчик, но муж. Двадцать пять. Мальчик. Да. Он тоже предвидел российскую катастрофу и не раз говорил о том, с государем и с отцом. Помню однажды Могилеве, когда мы пиличали, вздохнул. Ох, мамочка, если бы вы знали, что будет. В общем, короче, Дмитрий Павлович, как пишет Мария Павловна, точно так же в какой-то момент приехал, а он действительно был вхож в царскую семью, его там очень любили, и он мог по звонку туда приходить. И он приехал говорить с Николаем Вторым, отговаривать его, чтобы он не принимал на себя командование в армии. Потому что Дмитрий Павлович, как и все другие разумные люди, понимает, что теперь главным крайним станет Николай Второй. Все, они договорились, он приехал к нему, они играли в бильярд. Как он потом писал, обнялись, там прослезились. И вроде как ему показалось, что Николая Второго убедил. Но через два дня из газет он узнает, что он все-таки принял на себя командование. Естественно, он им сказал еще и про Распутина. И поскольку Дмитрий Павлович был одним из ближайших приятелей князя Юсупова, а князь Юсупов это тот человек, который на фразу в думе, что нет тех людей, которые могут избавить Россию от этой темной силы, пришел к Пуришкевичу и сказал, есть, как сказал в свое время, потом Ленин, есть такая партия. Вот пришел Юсупов, сказал, есть такая партия, мы готовы это сделать. Я сейчас не буду вам подробно рассказывать про убийство, это тема отдельная, иначе мы никуда не длинемся. Дмитрий Павлович, почему в это вписался, как писал о Полей, как писала его сестра в своих воспоминаниях, он считал, во-первых, что Николай II сам не любит Распутина, но не может от него избавиться, потому что тогда его жена его, как бы поменьше говоря, не поймет. То есть ему нужна была какая-то внешняя история, где бы он не участвовал. А во-вторых, он считал, что этими действиями он как бы подтолкнет всех остальных к каким-то конкретным другим действиям. То есть, ну, стоит толпа, и надо перейти речку, где ко всем кажется глубоко, а на самом деле мелко. И пока один не перейдет, никто не сдвинется. Вот он так вот думал. Официальная версия такова. Значит, во-первых, когда они выбирали, в какой день его убить, все упиралось именно в Дмитрия Павловича, потому что он сидел, смотрел свой календарь, и тут у него, значит, званный вечер, тут у него бал, тут у него, значит, скачки, тут у него то-се-пятое. И было одно свободное окно, да, куда, наконец, они могли сказать, вот в этот день мы его убьем. То есть, подверстали, да, подверстали по Дмитрия Павловича. Сначала официальная версия, как это описывал Феликс Юсупов. Значит, вкратце. Он сам заехал за Распутиным, потому что Распутина пасли, Распутина охраняли, привез его к себе. Значит, у Феликса, вот если смотреть на Юсуповский дворец, с левой стороны там три окна, была так называемая гарсонерка. И вот в подвал посадили Распутина, сказали, сейчас придет моя жена. Все это было для того, чтобы познакомить Феликса с его супругой. Потому что она была красивая, скромная, Распутин любил таких. Вот, ну и дальше понятно. Сначала, значит, ему вино отравленное, потом пирожные. По его версии, ну вообще я официально считал, что там было, значит, Дмитрий Павлович, Феликс, поручик Сухотин и доктор Лазоверт и Прыжкевич. Распутин, если ничего с ним не происходит, Феликс приходит, говорит, а-а-а, он не умирает. Ему тогда, значит, вот тебе флаг в руки. Он приходит, его застрелил. И потом он опять спустился, ему стало интересно. В этот момент Распутин схватил его за грудки, сказал, Феликс, я все расскажу, императрица тебя посадит. Он опять выбежал в полном, значит, ауте, и тогда Пуришкевич взял револьвер и прикончил Распутина уже в саду, потому что он успел, оставляя кровавый след, выкарабкаться. Прискончил. Дальше они его отвезли на мост, который сейчас соединяет Петровский остров с Крестовским островом, но он сейчас не такой, как тогда, тогда он был деревянный, сейчас его переделывали, сейчас он автомобильный. Кинули воду, причем взяли с собой сначала и цепи, и гири, все взяли, но, естественно, позабыли привязать. Ну, мастера убийства, что вам сказать. Тело всплыло. Ну, и, в общем, по горячим следам арестовали. Нет, спако, спаке, спаке. Это я вам рассказываю как бы версию, которая, ну, вот, всегда была и так далее. Как там кто заложил, это неважно, да, там они говорили, что собаку пристрелили, это все понятно. Это то, как описывает Феликс и то, как оно потом вошло. Дальше началось следующее. Буквально несколько лет назад, у меня есть об этом выпуск в России, и чужой взгляд. Британская разведка открыла свои архивы и был документальный фильм, где они открытым текстом говорили, что был еще один человек, как минимум, от Англии, который приходил и просто, когда мы смотрим на... Я сюда не поместил, но, тем не менее. Это, кстати, Пуришкевич, это Сухотин, а это Дмитрий Павлович. Это вот восковые фигуры там стоят. У Распутина два полевых отверстия и даже я нифига не специалисты этой области вижу, что они разные, что это они были произведены из разного оружия. То есть, кто-то пришел и сделал контрольный выстрел, и они сказали, да, это был наш человек. То есть, да, да. Есть документальный фильм, вот я прямо оттуда отрывки вставлял. Рука Лондона, да, потому что Распутин агитировал, чтобы прекратить войну, но он вообще был против ее. Но дальше начинается еще интереснее. Значит, почему Дмитрий Павлович, если верить воспоминаниям вот этой женщины, не женился на красавице Ольге Николаевне. Потому что на тот момент он любил и я. Краткое содержание предыдущих серий. Кто сия такая барышня? Естественно, балерина. Ну, мы своих не бросаем. Но, в отличие от других балерин, она еще и кинозвезда. Артистам императорских театров было запрещено сниматься в кинематографии. Она, тем не менее, снималась. У нее тяжелая судьба. Она танцевала. Как-то раз пришла просить контрамарку для мамы, для Собинова. Я вам покажу, как он выглядел. Такой был тенор знаменитый. И он, ей сказали, да вы что, это же Собинов, какие контрамарки. Ну, это как, я не знаю, продайте Порше со скидкой. Это же Порше, какие скидки. Вот. И тут мне приходил какой-то благообразный человек и говорит, а вы что? Он говорит, я хочу к Собинову, ну вот я вам выдам. Это был тот самый Собинов. В общем, у нее с Собиновым роман. Вот это, кстати, тоже, видите, это инстаграм абсолютно той эпохи. Происхождение ее тоже мутное. Вот. это помесь Баскова со шнуром, я говорю, если иметь в виду какую-то медийность той эпохи. Причем, видите, это как раз специальная фотография на открытку, которая продавалась, написанная Элвы Собинов. Видите, шапочка какая, на бекре, вот этот пирожочек. Каракуль, это вообще очень-очень-очень-очень круто в те времена. Ну и вот она, видите, в Лебедином озере считалось, что она даже более проникновенно танцует, чем Вера Павлова. Анна Павлова, да, извините. Вот реально, вот миллион раз рассказываешь про что-то, и у тебя все равно вот такой микс. А вчера я забыл фамилию Дегаев во время экскурсии, которую произносил миллион раз. Это такой был предатель народоволец. Ну и все. у нее от Собинова, она залетела от Собинова, будучи во Францию, он ее повез в Италию, заставил сделать аборт, и она, которая всегда хотела иметь семью и детей, осталась бездетной на всю свою оставшуюся жизнь, и это Собинова не могла простить. А потом Собинов вдруг куда-то исчез, и потом выяснилось, что он женился на даме общества. Причем, обратите внимание, термин, дама общества. Она не дама общества. Потому что была дама общества, помните, еще было такое понятие дама полусвета. Сейчас бы все открытым текстом говорилось бы. А тогда дама полусвета, и вроде как бы так вот читаешь, ну дама же полусвета. Сейчас бы она была, не знаю, полу-Наташа. Ну и все. И у нее трагедия, депрессия, и у Дмитрия Павловича депрессия, потому что он на самом деле всю жизнь тоже мечтал о семье, и он очень завидовал. Да что ж такое-то? И он очень завидовал вот этой паре, потому что это уже сын великого князя Константина Константиновича, Гавриил. Да, его называли Гаврюша. Гаврюша, это не я его тогда звал. А это Антонина Нестеровская, Нина Нестеровская, тоже балерина. Да. Кстати, подружка Ксении Кшесинской, у Ксении, ну все, понеслась душа в рай. Понятно. Пишите туда все мои оговорки, я только буду рад. Малечка, да, ну у меня была отдельная лекция про роман Мали и Николая Второго, Ники тогда еще. У них все хорошо, они живут, и вот он говорит, господи, как я Гаврюша и Нина вам завидую, вот вы живете, у вас все хорошо, а со мной ведь ни одна девушка и женщина не станет встречаться, ну потому что я великий, в смысле она будет с нами встречаться только потому что я великий князь, да, а мне бы хотелось встретить такую, которая бы вот, если бы даже был плотник, она самой встречала, и тут она и говорит, есть такая, у меня есть такая, потому вот ее к ней подкатывают, а действительно она после Собинного всех отшивала. Она снималась, Хаджонков ее открыл, она снималась в кино и была прямо звездой, звездой, самый настоящий, кино, новый тренд и так далее. Он загорелся, и кто, кто, кто она? Вот. А она тогда снималась в одном фильме, и там сцена была в снегу, и оператор забыл снять крышку с объектива. Вот. И режиссер, для того, чтобы попросить ее, чтобы она еще раз снялась, он сказал, знаешь, у тебя, мы не с того профиля тебя сняли, вот некрасивый. Она сказала, ну хорошо, я еще раз лягу. В общем, она легла, простудилась и поехала в синтуке лечиться. Ей это все нафиг не надо. И тут ее Енистеровская начинает бомбить с письмами, телеграммами, приезжай, приезжай. Ну, в общем, да, и Дмитрий сначала, когда выяснил, он попросил у нее ее платок и поехал ей в Москву отдать его, но не застал. Да, и вот, короче, она приезжает, селится у них, и это, конечно, ну просто дом-два. То есть, все понимают, зачем она приехала, и она понимает, зачем она приехала. Ее поселили, почему-то напротив комнаты Дмитрия Павловича, странно так получилось. То есть, первый день, когда ее ждали выйти, она поняла свое дурацкое положение, она не спустилась, он сам к ней зашел, притянул ее платок. Да, конечно, с платком. Он ей отдал, но он сказал, ну, если вы не против, подарите мне его, чтобы это было, как бы, вот, знак вашего благословения. Ну, и, в общем, в этот же день они вечером за ужином что-то сразу поняли. Они друг в друга влюбились, и все у них хорошо. И Дмитрий Павлович, все, да, он залип на нее до самого, соответственно, 16-го года. Понятно, что он не мог на ней жениться, но, тем не менее, она жила у него, вот, в том самом дворце Белосельских и Белозерских. Значит, по поводу дворца Белосельских и Белозерских. Он принадлежал Сергею Александровичу, когда его убили, он отошел Елизавете Федоровне, а она его подарила Дмитрию Павловичу. И это было его скромное такое жилище. И после того, как они убили Распутина, он отбывал там домашний арест вместе с ней. И по последним сведениям, потому что открылись, на самом деле, несколько лет назад, значит, ну, давайте, вернем ее, если она туда отмотается обратно. Вера Карали писала письмо Распутину, чтобы его пригласить. И писала его в перчатках, писала его изменившимся почерком. И более того, вроде как она и дочь Мариана фон Пистелькорс, княгини полей, то есть сводная сестра Дмитрия Павловича, они были в этот вечер там во дворце. Это вот одна тоже из версий. Но Дмитрия Павловича расставали, за него все вписались, за него, естественно, хлопотал его отец, Павел Александрович. Павел Александрович, когда узнал, что его сын замешан в убийстве, он примчался туда, во дворец, и, ну, как пишет Мария Павловна, Дмитрий Павлович поклялся на иконе, а как пишет вот она, поклялся могилой матерью, что он Распутина не убивал. И, в отличие от Юсупова, который как бы сразу стал героем и прочее, Дмитрий Павлович стал героем, Дмитрий Павлович как-то понял, что, скорее всего, они совершили ошибку, потому что ничего хорошего это не принесло. Императрица еще более закостенела в своих воззрениях и так далее. Вот здесь очень крутой замес. Вот смотрите, это Павел Александрович, это, соответственно, его супруга, княгиня Полей, фон Пистелькорс, Корнович, а еще у нее, соответственно, был титул фон Гоген с чего-то там, это ей еще в Европе даровали. Это их старший сын, Александр фон Пистелькорс, это еще от первого брака у нее. Это та самая Марианна, его дочь от тоже фон Пистелькорса. Это уже дети от него, то есть это от ее первого мужа, это от него, от второго мужа. И это старший сын, соответственно, Боди. Теперь смотрим вот на эту фотографию. А, ну это еще одна дочь Ольга, но она нам в данном случае не важна. Вот он, наш прекрасный, хороший. Это Александр фон Пистелькорс, сын княгини Полей со своей супругой беременной. Да, она значит я сюда не перенес. В общем, не важно. Короче, Танеева она на самом деле это вырубала. И получается, что он был распутинский, он был распутинец. А его сестра Мариана была наоборот анти-распутинка. То есть у них даже, представляете, в семье был замес. И Мария Павловна как раз говорила о том, что, да, и Ольга Пистелькова, она тоже была распутинка. То есть они встретились потом на обеде и вот они все сидят за одним столом. Сидит он, сидит Мариана и все как бы и вот как они себя чувствовали. В общем, короче, убийство Распутина Дмитрия Павловича спасло. Но, к сожалению, с Верой Кораля им пришлось расстаться по понятным причинам. Его отправили в Персию на Персидский фронт. Вот, это дворец. Да, Аничков. Обратите внимание, что вот мастят шестигранными шашками мост. Это была такая прогрессивная у нас метод мощения. Дуб. Дуб. Да, это абсолютно 100% эко. Ну, лошади, во-первых, очень мягко ездили по нему. Но единственное, что вот как наводнение, так они все и поплыли. Ну, не с моста, а вот есть знаменитая фотография на театральной площади. Так, ладно, давайте ускоряемся. Какова была дальнейшая судьба Дмитрия Павловича? Вкратце. Значит, он с этого Персидского фронта, где он, в принципе, был принят всеми как герой национальный, потому что все понимали, что он совершил. Он попадает в Тегеран в семью английского дипломата Мэгдон, по-моему, фамилия, сейчас я найду. И, в общем, после революции живет у них два года как у Христа за пазухой. Совершенно не имея вообще никаких сведений с родиной, что там происходит. То есть доходят какие-то слухи. Потом, когда это семейство, этот дипломат, он отправился в Англию, ехать он нужно было через Бомбей. То есть это им нужно было с Тегерана, через Пакистан, Бомбей. Он вот с этой стороны Индии находится, с западной стороны. Они ехали, естественно, сейчас, буквально секунду. Вы пока выдохните, пошевелитесь, а то я уже смотрю, вам тяжело сидеть. Ну, жизнь вообще жестокая штука. Жизнь боль, приходится сидеть иногда. Сейчас бы вот в шахте уголь покидать. Да, тут пришли. Юсупова отправили в ссылку в свое имение, а он отправился Марлинг. Вот, Марлинг. Фамилия его Марлинг. Вот это он как раз в Персии. В общем, короче, его погрузили на корабль, и он заболел там тифом вроде как. А они плыли на корабле, ну кто там, там какой-то молодой врач. В общем, это вот супруга этого посла Марлинга, она его попыталась выходить. и он потом, вот понимаете, что такое брат с сестрой. Сестра его в тот момент, как Крент в этот момент, лежала точно так же, как она писала, с инфлюенцией, но тогда тоже была эпидемия гриппа. И вот ему чудится сон, что кто-то появляется в углу, идет к нему, зовет, и он узнает в ней его сестру. И, короче, в какой-то момент Марлинг просто видит, что у него лицо заостряется, он бледнеет, дыхание учащается, ну, короче, все, сейчас вот куни двинет. Она кидается к этому врачу, и я тут просто посмотрел фильм «Грязь» про Мотли Крю, рекомендую вам, прекрасное кино, там, значит, басист Никис Икс, он передознулся героином, короче, его везли в скорой помощи, и один из медбратьев был его фанат, и он, короче, засадил, он говорит, Никис Икс, я не дам ему умереть, он засадил ему два шприца с адреналином в сердце, и таким образом его спас. Да, после чего они написали замечательную песню «Кикстак Май Харт». Так вот этот, короче, не знает, что делать, он просто схватил его за грудки и начал трясти, говорит, очнись же, очнись, и прикиньте, он очнулся, он очнулся, и, короче, его довезли до Египта, там, в Каире его на неосилках вынесли, и там он как-то более-менее пришел в себя, и потом они уже встретились в Англии вместе с его сестрой, а она уже, ну, я про нее был отдельно говорить, она сначала вышла замуж за шведского принца, а потом с ним развелась, удивительный случай, но это было возможно, и женилась на Путятине, таком, значит, прекрасном человеке, и они, в общем, стали жить втроем. Причем она писала, что мы, ну, жили, да, жили в квартире, остоловались в Рице. Вы ходите в Рице столоваться, обедать, да, каждый день, да, они встретились, причем, вот, господи, вот, все-таки есть женщины в русских селениях, Мария, Павл написала, ну, я прекрасно понимала, ну, вот, мой муж военный, Дмитрий военный, ну, вот, какую работу они могут найти, а я вот в то время могла работать руками, и она, короче, она там, она, она на самом деле впервые как раз узнала про Шанель, вот, она начала какими-то вышивками заниматься и прочее, потом они заехали в дом, то есть, пытались жить вместе, причем она раскритиковала этот пресловутый английский комфорт, потому что центрального отопления не было, были только камины, уголь дорогой, они закрыли все комнаты, и паслись круглосуточно в комбинете у Дмитрия Павловича, потому что у него камин пылал все время, значит, залезать под простыни, это было самым настоящим подвигом, а еще большим подвигом вылезать, потому что, когда ты залезаешь, они холодные, мокрые, но потом ты их согреваешь, и вот, но самое интересное было в ванной, потому что в ванной почему-то были наклеены обои, да, и хозяйка, которая решила, что она сдала это каким-то там татарам, она постоянно пасла, и она увидела, что обои пошли пузырями, говорит, я же говорила вам открывать окно, говорит, а как я буду открывать окно, я бронхит сфастила, в общем, короче, когда они съезжали, она вменила им иск, потом они приехали во Францию, во Франции Дмитрий Павлович тоже сначала жил вместе, потом они разъехались, и вот опять-таки, ну, вроде как, понимаете, в России катастрофа и прочее, но тем не менее, они еще в Лондоне купили себе по мотоциклу с коляской гоняли, а потом она рассказала про своего мужа Путятина, что он каждый раз покупал Ситроен, относился к нему как к скаковой лошади, потому что он его убивал за три месяца, абсолютно, и даже Дмитрий Павлович, мотогонщик, когда садился с ним, он хватался за сердце, потому что тот выжимал из него все, и через три месяца, когда она превращалась в испорченную кофемолку, она, соответственно, уходила, то есть вот, понимаете, все равно, как бы, образ жизни каким-то образом продолжал существовать, но об этом я, опять-таки, я расскажу в следующей лекции. Слышали про такую Шанель? Я думаю. Это известная повесть Гоголя. Шанель? Шанель. Конечно, да. Дело в том, что Шанель они знали еще, когда они были в Биорице, тогда она была просто шляпной мастерицей, и Шанель писала в своих воспоминаниях, что, ну, вот что мог предложить Дмитрий Павлович. Ну, вот, только, собственно, себя. Потому что, вот, я не нашел это на русском просто, но в английской версии, этот биограф французский писал, что, вот, гранд-юкс, великие князья, они, значит, топили свое горе «ин-дринкин», да, ну и, соответственно, «ин-вимен», то есть, их содержали прекрасные женщины. И одна из таких женщин звали ее Марта Довелли, она была оперной певицей, но не бедной, значит, ее, причем, этот автор называет «пати-гелл», такая «пати-гелл», что она там среди ночи могла сексофониста организовать, в общем, такая. На одной из вечеринок она, видев, что Дмитрий смотрит на Шанель, а Шанель смотрит на Дмитрия, она подошла и сказала, ну, если он тебе интересен, забирай, потому что мне он уже не по карману. Ну, а Шанель, вот она, мне очень нравится ее подход, потому что этот подход очень такой трезвый. Ну, она вообще писала, что вот среди русских очень, то есть, она писала то, что русские, и это правда, вот у них, вот, любить так любить, красиво так красиво, а, не знаю, бухать так бухать, да, то есть, очень многие спивались, при том, что она писала, что, но при этом женщины большинство не опускались до проституции, потому что это тоже был распространенный момент. Дмитрий был ярким тому подтверждением, ростый, стройный, красивый, загадочными зелеными глазами, он оказался замешанным в громком убийстве, то есть, это вот про грани несопоставимые, да. Дмитрий был красив и беден, просто нищ, кем он мог работать, разве время от времени давать какие-то консультации, а еще быть на содержание у богатых женщин, надеясь устроить свою судьбу выгодным браком. Я подходил идеально, денег много, одиноко, древность урода блеснуть не могла, следовательно, признак короны над его головой должен был для меня весьма манящим. К чести князя, он не стал расчетливо ухаживать за мной, он просто влюбился, хотя бы на время, но это то, что мне было нужно, я отдохнул душой, получились настоящие каникулы. Короче, на тот момент у нее был такой роман, не роман со Стравинским, он ее звал Барселону, а она сама предложила Дмитрию Павловичу, вот у меня есть автомобиль, хотите прокатимся в Монте-Карло, и он замялся, говорит, я очень стеснен средств, она сказала, ну, бензин пополам, машина вообще за счет гаража, а там разберемся. В общем, конечно, они уехали туда, и вот, понимаете, как я в Москве когда рассказывал, она ему сразу дала понять, что мы с тобой можем только вот это, вот, а он такой, ну, и норм, как бы, да, ну, действительно, он ее, она пишет, что он в нее влюбился, я уж не знаю, как там свечку не держал, они ходили по модным магазинам, она дарила ему дорогую одежду, он ей, в свою очередь, дарил драгоценности, которые он успел вывести, и вот, например, вот это вот как раз жерелье и вот это вот, это как раз из его запасов личных. Затем они поехали в Биориц, и там она сняла виллу, с утра за ними приплывала лодка, они грузились, уезжали на пустынный пляж, окруженный соснами, ходили там по лесу, устраивали пикники, я так понимаю, что исповедовались друг другу на пляже, в общем, потом в три часа приезжала лодка, забирал их обратно, в общем, прекрасное время, и биограф Шанель пишет, что ни до, ни после она больше не смогла вот так вот спокойно провести отпуск, у него такого отпуска больше не было. В общем, встретились, простите, трахнулись, получили удовольствие друг от друга, разбежались. Да, как сказала одна моя зрительница, идеально. Дмитрий, при этом у них остались дружеские отношения, но во время этого процесса случилось ряд вещей. Во-первых, именно тогда у Шанель начинают преобладать русские мотивы, вот такие длинные меха, обратите внимание, длинные вот эти накидки, рубахи, а-ля рубахи, как она их называла, стало появляться, вот эти вот украшения из жемчуга, вот, вот, жемчуг подаренный Шанель, а это как раз она со своей вот этой вот оперной певицей, которая презентовала Дмитрия Павловича ей. И вот, видите, вот эти вышивки как раз Мария Павловна занималась тем, что вышивала для нее, но об этом в следующий раз. Вот это вот, дальше вот эти вот меха, всякие вот эти мотивы и так далее, это все, это все а-ля Рюс. Русский стиль. Да, ну, а-ля Рюс, русский стиль. Ну и самое главное, вот, значит, в процессе прогулок они зашли к одному прекрасному Эрнесту Во, его звали, парфюмеру, который работал в Москве в фирме Ролей. Я вот водил тут экскурсию на Добрынинской замскворечья, показывал, где находилась эта фирма, это была фирма Бракар. И вот работая у этой фирмы Ролей, он там разработал ряд парфюмов, а потом, после революции, когда все национализировали, естественно, уехал во Францию, и вот они гуляли, и Дмитрий Павлович познакомил ее с Шанель. Шанель говорила, что она может учуять запах рук по тем цветам, которые ей подарили. То есть, те руки, которые их держали. Он разработал несколько ароматов и пытался их предложить местной фирме, но там не зашло. Там был от первого до пятого и от двадцатого до двадцать пятого. Она выбрала какой? Номер пять. Тут надо пояснить. Дело в том, что до появления этого флакона и этих духов духи были вот примерно вот такие. Ну, то есть, это, ну, все такое, понимаете, как шляпка, резной, инкрустированной и так далее. А название улыбка апреля, царственное желание, сердце Жанеты, вечернее опьянение. А Дмитрий Павлович показал ей старую добрую бутыль водки русскую, да, и легенда гласит, что она стала прототипом вот этого флакона. Он абсолютно аскетичный. Причем, Шанель, она провела прекрасную маркетинговую программу, она приглашала своих самых закопоставленных инстадив, выдавала им этот парфюм, и это, короче, очень быстро разлетелось. В общем, она на этом сделала прекрасные деньги, при том, что она до этого вообще парфюмерией не занималась. Ну, вот Дмитрий Павлович привнес даже вот это туда. Ну, а потом, уже надо закругляться, он женился на американке, ну, здесь она, конечно, похожа на какую-то цыганку, а он вообще такой, знаете, привет, я Филин, да, а здесь, посмотрите, вот реально Челентано. Но есть более удачные ее фотографии, вот. Вики почему-то написан в Википедии, что типа он был в Америке, там он с ним познакомился. Мария Павловна вообще совершенно по-другому описывает эту историю. она видела, что Дмитрий Павлович, вот он такой вот, вот, одинокий, а уже годы идут. И она, на самом деле, у нее была вот эта подружка, и она его пригласила на вечеринку, где она была, и когда тот подошел к ней, сказал, слушай, ты не возражаешься, я провожу, он сказал, нет. И у них действительно завертелось, у них был роман, у них, она получила княжеский титул от Кирилла Владимировича, который пригласил себя императором в изгнании. Но потом в итоге они развелись. А она досталась вот этому прекрасному грузинскому князю Дмитрию Джарджадзе, который за ней тоже ухлестывал, и это вообще отдельная история, потому что там был такой прекрасный момент, когда этот Дмитрий с Дмитрием Павловичем оказались в Австрии, и туда приехала машина, Мерседес, такой же, как у Дмитрия, и оттуда вышел человек по фамилии Гитлер. Но было это еще задолго до тех времен. И в итоге Дмитрий, ну, да, на ней закончим. В итоге Дмитрий Павлович, нет, на Дмитрия Павловича закончим, так и не обрел больше семьи, у него был свой замок неподалеку от Парижа, ну, как неподалеку, там где-то час езды, я все хочу туда съездить, и он умер от туберкулеза. Еще буквально один штрих, его, естественно, рассматривали как одного из претендентов на престол. Но он отказывался от этого, потому что там была партия Кирилла Владимировича, это сын Владимира Александровича, и была партия Николая Николаевича Матшева, это того человека, который командовал армией во время Первой мировой войны. Вот Дмитрий Павлович отошел от этих историй, и он поддержал Кирилла Владимировича и никаких амбиций вообще не высказывал. Но самое главное, и это вот зацикливая нашу тему с насилием, в отличие от Феликса Юсупова, который трындел на всех углах, о том, что он герой, вообще, как писала Мария Павловна, он там, когда еще даже там, еще в Петербурге приглашался из дворец поклонниц и показывал шкуру медведя со следами крови Распутина. Ну, вообще, он почувствовал амбиций. Дмитрий Павлович ни слова не проронил про это убийство и сразу с Юсуповым больше не общался, потому что он ему не мог простить того, что они договорились никому об этом ничего не рассказывать, хранить это втайне. А еще он понял, что это была... Да, они сначала жили в Англии, потом они вместе жили в Париже, ну, в смысле, вместе они вот в одном городе, при том, что в Англии, например, Мария Павловна пишет, что я, Дмитрий с ним не общался, но я, поскольку была ограничена в контактах, мы со своим мужем Путятиным ходили к нему, к Юсупову. Почему? Потому что Юсупову был открытый стол, он всех кормил, у него денег было, это, ну, недолго. Голливуд? Да, Голливуд – это отдельная история. Вот. И Дмитрий Павлович так в итоге никому ничего не рассказал. Никогда. И он понимал, что это была ошибка. То есть он сразу, видать, это понял. И он понял, что он в этой ошибке принимал участие. И вот, вот, представляете, человек вот с такой судьбой, вот он живет все это время под спудом этой мысли, что крушение империи произошло, ну, отчасти и по его вине, потому что они думали, что они убийством Распутина как бы спасут, а в итоге они только подтолкнули. И вот это тоже очень вот интересная мысль про то, как ведь убийство Распутина поддержали практически, ну, большинство Романовых. То есть все, все, даже Елизавета Федоровна, которая на этот момент была монахиней, со своей там на большой ордынке сидела Марфа Майеринской обители, даже она сказала, что да, конечно, убийство плохо, но вот в данном случае одобряю. Более того, ведь Дмитрий Павлович решился на убийство после того, как он приехал к своей приемной матери посоветоваться, и только узнав у нее, как она относится к Распутину, и как она относится к своей родной сестре Александре Федоровне, понял, что надо идти убивать. Вот такая, ну, я, естественно, конечно, не все рассказал, но сложно, вы же понимаете, такое количество информации изложить, но я попытался, по крайней мере. И он умер от туберкулеза, оставив сына, о котором я расскажу в следующий раз, потому что он уехал в Америку, у него была тоже очень интересная судьба. Ну, слушайте, я там в мозг не залезу, да, но вот одно пророчество Распутина сбылось, что династия Михаилом начнется, Михаилом закончится. Да, потому что про Михаила Александровича, младшего брата Николая II, я сделаю отдельную лекцию, но там тоже, понимаете, к сожалению, именно с убийства Михаила Александровича началась вот эта вакханалия убийств великих князей, при том, что Михаила Александровича убили вообще, ну, в смысле, без санкций, да, это убил на свою там некий мясоедов просто по своей инициативе в Перми. И потом уехал во Францию, выпустил книжку, как я убил Романова, а потом его вызвали обратно в... так, что он больше не жил после этого. Ну, опять-таки, ну, понимаете, стандартная история большинства революционеров. Ну, что вы хотите? Это нам, другие люди вам расскажут про то, как великая партия строила прочее, но когда начали мочить уже своих, там уже было не до... ну, посмотрите, вот мой выпуск из Шалаша про Зиновьева. Меня поразило просто, вот реально, меня поразило там просто... Не, не то... Ладно, фотошоп, там была какая-то страница, и там прямо просто зачеркнуто, зачеркнуто было его лицо, то есть в прямом смысле слова вычеркнут из истории в прямом смысле слова, понимаете? Да. Так, есть у вас какие-то вопросы? Ко мне. Я хотел бы спросить, а вообще, таких людей, в принципе, искали, то есть, он был обращен теми людьми, которые потом членов старской семьи пытались найти, вычислить, там как-то, убить их и так далее. То есть, он вроде попытки найти его там кем-то большевиками? А, его нет. Дело в том, что, ну, большевики, особенно уже, когда сформировалась вся структура сначала ЧК, потом ГВД, потом ГБУ, они же, не идиоты были, они понимали, за кем надо гоняться, за кем не надо гоняться. Вот, как бы, Савенков, Кутепов, это большая опасность, их вызвали в Россию, ну, там, расправились с ними, потом расправились с теми, кто их вызвал, начиная с Артура, начиная с, 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 с Артузова. Вот. Можно сказать, что его поступок, вот эту, да, связанную с убийством, так сказать, он был каким-то там плюсом для них, чтобы вообще им не заниматься, не смотреть, это не связано. Не, не, нет, я не думаю, что это связано, люди, которые работают в этих структурах, они мыслят очень прагматично. Ну, то есть, Дмитрий Павлович никакой угрозы советскому строю не представлял. Поэтому живет и живет. Ну, что их так, всех теперь косить? Ну, кровь, да, абсолютно нет. Поэтому, интервью не давал, советскую власть не пастерил. Он одно время был приверженцем партии младоросов, которая симпатизировала фашизму. Но, а, во-первых, и у меня есть об этом отдельный выпуск, фашизм в самом начале своего становления, фашизм в редакции Муссолини, это абсолютно не то, что в редакции Гитлера. там нету никаких расовых теорий, там нету никакого... то есть, потом Казымбек, по-моему, фамилия, они отмежевались от перерождения фашизма в нацизм именно потому, что они не могли принять антисемитизма и, ну, вообще, превосходство одной расы на другой. То есть, фашизм изначально воспринимался многими как просто одно из таких позиционистических нациалистических движений. Вот. Но Дмитрий Павлович даже еще до этого от них отмежевался, когда понял, что, ну, в общем, что-то он потерял к этому интерес. А так... Еще маленький вопрос. можно. А вот, что касается, допустим, того, что он понимал, что они совершили ошибку с Распутиным, но все равно же он потом видел, что эта семья обречена на кран. По сути, я думаю, это было неизбежно. Да, они могли бы, наверное, отложить немного, не убивая Распутина это событие, но, тем не менее, все равно шло к этому. Вот интересно, ну, конечно, мозг, да, не зарезешь, но, наверное, он, да, думал, что это ошибка, но, по сути, это случилось бы, наверное, так. Они понимали, что, они чувствовали, что дело идет к краху, но никто из них даже близко не представлял, во что это вылиться. Понимаете? То есть, они, ну, максимум, они представляли, что какие-нибудь там либералы придут, соревнуют какое-то правительство, что все будет более-менее цивилизованно. Как писала Мария Павловна в своих воспоминаниях, вообще, вот в Распутине, Распутин был очень удобен, потому что он стал козлом отпущения для многих, и он стал, по сути, оправданием, бессилием многих. И что вот, то, что потом началось, в этом сказалась вся вот эта вековая накопленная ненависть простого люда вот к аристократии. Там был, например, вот эпизод, который меня очень сильно поразил, вот к вопросу о промывке мозгов и пиара. Но это мы залезаем в область Марии Павловны, тем не менее. Когда она работала в Пскове медсестрой, ну, она была главной медсестрой, тем не менее. И приехал один СССР уже после февральской революции, и она с ним разговаривалась, и он для себя выяснил огромное количество интересных вещей. Во-первых, он выяснил, что Романовы ни звери, детей не едят. Но самое, что его поразило, он говорит, а что, Романовы любят Россию? Он сказал, ну да, потому что пропаганда была такая. Я не знаю, верить ли вот этому, но тем не менее, она рассказывает, что когда она гуляла в саду Сарскосильского дворца, уже после ареста семьи, она слышала своими глазами, как кто-то говорил, а вот здесь, товарищи, была печь, где Романовы жгли детей. И она возмутилась, сказала, ну что вы за чушь городите? Но на самом деле вполне возможно, потому что это, ну сейчас мы живем вроде как век, когда ну все понятно, но вот залезешь же, вот почитаешь, что люди пишут, думаешь, ну алло, ну как, ну почему, ну ты что? А в то время, представляете, Да, легче, легче. Вообще, ну то есть вот мозги промыть абсолютно просто, поэтому, поэтому да, крах был, но никто не предполагал, именно поэтому многие из них долгое время не хотели уезжать, они думали, что ну как-то все наладится, что это все как-то временно и так далее, но нет. Спасибо большое. Да, спасибо. Значит, я, это уже анонс мой туда, значит, будет лекция в Москве 26 числа про вот старшую сестру, ну и не только про нее, на самом деле вообще про эмиграцию, про некие аспекты, будут у нас экскурсии здесь, на гендерных праздниках в Петербурге 6-7-8-го, и вот книжки, кстати, и вам тоже, если надо, вдруг, 1000 рублей стоит, подпишу, вам не подпишу, если будете покупать по интернету. Значит, вот как раз про то, как промыть мозги, прямо мастер-класс, это путеводитель, каждый дом на Невском проспекте, а это остросоциальный Роман Корень. Спасибо, все свободны. Я тогда ЧВР не смотрел, но теперь я понимаю, откуда...